Добрый день! Добрый день! Ну что, сегодня будем учиться, а в пятницу не будем, да? Да, да. Да, хорошо. И чем будет занято? А мы сегодня новый, а не продолжайся? Это мы можем сейчас новый урок, мы можем смотреть, просто командировка, да? Я думаю, что сегодня мы начнем новый, это более интересно. Ну да, я прочитала, но это более сложнее, чем другие. Да, более интересный текст, да? Да, интересный. Для меня это не очень интересно. Не очень интересно. Ну, знаешь что, это, по-моему, это, как, ненормальный рассказ. А, ненормальный. Эта ситуация, ваша, эта ситуация, нет, текст интересный. Там, да, там некоторые слова, и слова, и фразы, вообще, да, для меня новые. Да. Но я имею в виду, типа, основное содержание для меня это. Содержание неинтересное, да? Да. Содержание интересное. А какое содержание интересное? Нет. 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 Это неинтересное. Ну, как сказать? Я не знаю, М3К, КМК, КМК, Зумы, но хала... Ну ладно, давай мы будем. Расскажи это потом, хорошо? Нет, нет, это можно, это можно. Ничего нет. Да, хорошо. Да, хорошо, давай первый вопрос. Если ты так считаешь, что это... Что такое ФИТИКТЕ? Как переводить на русский? А, это я еще не знаю. Да, я тоже не знаю. Можно так сказать? Ненастоящие. Нереальные, да? А, да-да-да-да. Нереальные, да-да-да. Нереальные, да. Хорошо. Если ты считаешь, что нереальные... Ну, это история нереальная в жизни, то скажи, пожалуйста. В настоящей жизни? Я думаю, что это расскажут уже где-то 20 лет назад, по-моему. Или даже еще раз. Ну, вот как раз я хочу задавать вопрос. Да. Когда случилось, происходилось, да? Когда происходила эта история? Так. Подождите, я так, 20 долларов за волос, то это тоже немало. Хотя бы сейчас. 20 долларов. Ну, конечно, где-то 40-50 лет назад, да. 40? 40? 40, это 80-е годы, да? Так. Да, где-то... Да, да, да. Да? Это 80-е годы, да? Хорошо. А откуда ты знаешь, что ты считаешь, что в 80-е годы эта история была в то время? За стоимость волос, который здесь... Как его зовут? Дела, по-моему. Дела, да? Дела. Дела, да. Она продала свои волосы. Да, продала свои волосы за 20 долларов. Да, за 20 долларов. Хорошо. Хорошо. Ну, предположим так. 40 лет назад, да? Это значит, 80-е годы прошлого века, да? Да, да, прошлого века, да. Хорошо, хорошо. Значит, 80-е годы. Теперь мы давай, давайте, мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Хорошо. Да. Давай тогда... Ты хорошо прочитала текст? Ну, я несколько раз, два-три раза. Два-три раза, да? Да, да. Давай тогда первый вопрос. То есть второй вопрос. Какие новые слова или фразы, словосочетания, которые для тебя интересны? Так. Сейчас смотрю. Это последнее предложение. Все женщины завидывали. Завидывали. А, нет-нет-нет, это не новый. Нет, вернее будет. Это я знаю. Сейчас, секундочку, я смотрю. Просто забыла. Я это вот вчера... Хорошо. Хорошо, поскольку ты учишь русский язык. Поэтому с точки зрения ученика, да? Учавшегося, который изучает русский язык на данный момент, какие фразы для него ты считаешь, что интересны? Вот, например, я учу русскому языку, да? Так. Учу тебя русскому языку. Вот. И какие фразы? Вот я могу считать, что для тебя, ну, интересными, да? И на них надо обратить внимание. Как ты считаешь? Какие? Давай с самого начала посмотрим. Точно не знаю. Так, не определяю. Так, и давай. Ну вот, первый вопрос. А первая фраза, на которую я считаю, что стоит обратить внимание. Это 60 центов монетками по одному центу. Просто так, человек, который учит русский язык, он не может так говорить. Да, 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 точно, да. Вот, например, вот это интересное, вот, словосочетание. 60 центов, но монетками. Монетками, да. Монетками, да. Монетками, да. Тức là, бằng đồng су. Монетки là đồng су. Монетка, да, là đồng су. Да. А, чё không phải là bằng tiền giấy. Тиền giấy thì gọi là gì? А, бумажные. Монетки, да. Монетки, да. Бумажные. Бумажные. Купюра ми. Купюра. А. Бумажные. Тиền giấy. 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 Тiền giấy. Тiền giấy. Купюра ми. По. 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 Первое, второе, что там. Так, как тут пишут? Обратите внимание на то, что как тут пишут. Они пишут, они писали, да, писали, автор писал, точнее, автор писал. Очень коротко и очень ясно. Ну да. Да, очень коротко. Это было все. Вот это вот словосочетание. Это было все. Да. Делла пересчитала три раза. Три раза. Один доллар восемьдесят семь центов, а завтра Рождество. Зачастого. Видишь? Фразы очень простые, да? Фактически очень простые и очень ясные, да? Да. Клим, как бед моим Тайлази? Хи эм веткина? Вица энты нинла, игбай моэм веткина. Да. Это очень длинно. А почему мы не изучаем язык, как люди изучают язык? Вы изучаете язык. Да, это действительно. А почему этот рассказ легко читается? Почему мы изучаем язык? Потому что люди изучают язык язык. Единственное, что тут можно было сделать, это упасть на диван и заплакать. И так Дэла и сделала. Она перестала плакать и подошла к окну. Во дворе гуляла с дверью. Серая кошка. Завтра Рождество. А у него только 1 доллар 87 центов на подарок Джиму. Вот тут тоже повторяется еще эта фраза. 1 доллар 87 центов. На что? На подарок? Кому? Джиму. В зиму. Да? Вот. Хотя она стоит то ли в доме, то ли у окна. Да? Да. Даже она видела, что гуляла во дворе серая кошка. Но у нее в голове мысли. Мысли от нее не уходят. Что у нее только 1 доллар 87 центов, а ей надо купить подарок Джиму. О. Так? Повторяйся много раз. Вот эта фраза. Да. Долгие месяцы она экономила каждый цент. Так. Словосочетание экономит каждый цент. Лапетки тэнгдэмсу, да? Тэнгдэмсу, да. Каждый цент. Тэнгдэмфайла. Каждую монету. Каждый цент. И вот все, чего она достигла. Вакуи кунки. Чего она достигла. На двадцать долларов в неделю многое не купишь. Тонко доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму. Еще раз повторяю. Да. Но. Смотрите. Энгхо, чего она... Двадцать долларов на неделю многое не купишь. Да? Тэнгдэмфайл так... Так. То есть она как жена, как хозяйка, она должна покупать продукты, покупать все необходимое для дома. И что она еще должна из этой суммы экономить. И так получается, что почти каждую неделю она экономит 1-2 цента. Так выходит, что у нее 60 центов по 1 центу монетками. Это жизнь такая у нее. Если 20 долларов за неделю, то это 20 долларов. То есть я думаю, что где-то 40-50 лет назад. Да, да, да. Ты думаешь, что так, да. Хорошо, хорошо. Ну а дальше? Так, ну этот вопрос пока оставляем. Значит, на 20 долларов в неделю много не купишь. Что только 1 доллар 87 цента на подарок Джиму. Ее Джиму. Ее Джиму. Вот эта вот, эта фраза она повторяет много раз. Джиму. Ее Джиму. Да? Ее Джиму. Это значит, что она мужа очень любит. Да? Сколько радостных часов она придумывала? Что можно ему подарить к Рождеству? Так. Сколько радостных часов? Да? Да. Сколько радостных часов. Я не знаю, что она думает, что она говорит. Да? Сколько радостных часов. Она же Джим. 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 Это зовут ее мужа, да? Да. Она его очень любит, да? Видимо. Поэтому она повторяет, сколько часов. Ее Джиму. И она. Сколько радостных часов. Представь себе, что вот жена, жена, хозяйка дома, да? Жена дома, она сидит, она не работает. Как я понимаю, она не работает, да? Вот. И у нее одна единственная радость. Это она думала, да? Это то, что она думала, да? С тонким временем она думала. Она думала тонко о том, что ему купит в подарок, да? Да? Какой подарок купит мужу к Рождеству? Вот так, да? Необычные. Да. Поэтому тут написано, сколько радостных часов. Она хочет купить что-нибудь такое совсем необычное, красивое. И редкое. Редкое, да. И, но у нее, ну, именно она расстраивается в том, что у нее скопилось тонко 1 доллар 87 центов. Да? Вот так. Да. А потом вдруг она отбежала от окна. Бауненко и тя изоихой. Как это все? Подбежала к зеркалу. Глаза ее блестели. Да. Но она очень побледнела. Да. Очень быстро она распустила свои волосы. Надо вам сказать, что у Делы и ее мужа было два сокровища. Сокровища. Сокровища, да. Сокровища. Сокровища. Đó là, có два ку-куи, мы гọi, có два ку-куи. Да. Бау-ват. А, бау-ват, да. Сосставляющих предмет их гордости. Ма, mà là cái niềm тự хао của họ, да? Да, да. Ở đây, người ta dùng cái từ предмет này rất giống như là khi em lung tung, khi muốn sử dụng một cái danh từ nào đó vào đây, да? Думать ли, сосставляющих предмет их гордости. Гордости. Правда? Ну вот так вот. Одно золотые, одно, одно сокровище. А, зайти сокровище, да? Зайти, звучит сокровище. Сокровище. А, да, да. Одно, да, одно это золотые часы Джима, которые принадлежали еще и его отцу и деду. А, да? Другой волосы Делы. Все жежные завидовали Деле, когда видели ее прекрасные волосы. Прекрасные волосы. Да. Так вот. А, хорошо. Это первая часть. Дела распустила волосы. А, чуть-то львы, кидом, ты. Хима, чуть-то мной дай львы, кой, са, а то. Распустила. 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 Да, распустила. Они закрывали всю ее фигуру и были ниже колен. Колен. А, ты колен, Гаверна? Колен. Колен. Коя, да, долгое. А, колено, да? Такая... так ты заколоть волосы заколоть заколоть нельзя она посмотрит на себя и быстрее собрала и заколоть заколола заколола не важно а суть фаты где ты коль коль к о л коль вот что он вот 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 же Субтитры создавал DimaTorzok Потом постояла минуту и две-три слезинки упали на красный ковер. Хотя тут писали очень быстро, но чувствуется, что у нее что-то на душе. Какая борьба у нее на душе. Потом постояла минуту и две-три слезинки упали на красный ковер. Она надела старый коричневый жакет, старую коричневую шляпу и выбежала на улицу. На улицу. Хорошо, на вывеске, у которой она остановилась, было написано, Эмми Софронии, разные изделия из волос. Разные изделия. Изделие. Разные изделия из волос. Дела побежала на второй этаж. Не купите ли вы мои волосы, спросила она хозяйка. Не купите ли вы мои волосы, я покупаю волосы, отвечала мадам. Снимите шляпу, надо их посмотреть. Дела снова распустила волосы. 20 долларов, сказала мадам. Давайте скорее, сказала Дела. В следующие два часа, Дела искала по магазинам подарок для сжима. Наконец она нашла. Это точно было создано для сжима. И тонко для него. Она нашла именно то, что ей надо. Это была цепочка для карманных часов. Что такое карманные часы? Да. Карманные часы. Это называется карманные часы. Часы, которые держатся в кармане. Да. И она купила цепочка. Вот эта цепочка. То, что она купила. Да. Значит, что она нашла цепочку. Да. Она считала, что это было создано для сжима. И тонко для него. Да. Это была цепочка для карманных часов. Простая и строгая. Как только Дэла увидела ее. Она поняла, что цепочка должна быть у Джима. 21 доллар пришлось заплатить в кассе. И Дэла поспешила домой с 87 мил центами в кармане. Даже считали, сколько у нее осталось. Да. Теперь Джим мог свободно пользоваться своими часами. аааа так. Ааа. Потому что раньше они висели у него на плохом кожаном ремешке. Ремеш. Да. Ремешок. Ремешок. На ремешке. Ремешок. Да. Могить и мое. Да. Ремешок. Да. Ремень. Светлывает ремень. Ремень. Гоглинь. Ремень. Да. Ремень. Вот это ремешок. Дома Дэлла сделала прическу на своих коротких волосах, сварила кофе и приготовила ужин. В 7 часов было все готово. Хорошо. Джим никогда не опаздывал. Ну вот то, что касалось Дэлы. Уже все описано. Теперь касается Джима. Джим никогда не опаздывал. Дэйла взяла цепочку в руку и стала ждать. Обрати внимание на то, что она взяла цепочку в руку. Можно подождать. Дэй не гửи мне. Серьезно? Да, да, да. Я не знаю. Но я не знаю. Тогда мы почитаем. Дэйла взяла цепочку в руку и стала ждать. Обрати внимание на то, что она взяла цепочку в руку и стала ждать. Да. Мы представляем, что она села ждать. Да, стала ждать. Если написано, что стала ждать, это значит, мы представляем себе, что она взяла цепочку в руку и села на стунчик, да? Вот. И сидит, смотрит в дверь и ждет своего мужа. Да. Дверь открылась. Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое лицо. Да. Тяжело в двадцать два года иметь семью. У него уже давно нужно было новое панто и руку было холодно без перчаток. Да. У него был в дверь, что она была в дверь. У него было холодно без перчаток. Да. У него был в дверь и не было холодно без перчаток. Он смотрел на Дэйлу и остановился. Джим не дэйла взяла. Она не могла понять ее взгляд. Кои хонтай ео кай аннин. Ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни ужас. Гнев? Не гнев. Гнев ласы. Да? Да? Не гнев. 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 Он просто смотрел на нее. Аня ищи ланг ланг. В нюхой. Уже милый. Она кричала на. Не смотри на меня так. Ань дымко нинем не так. Я продала вам. Потому что я хотела подарить тебе что-нибудь к Рождеству. Эм дабан май тап в нем, для. Бои вилла. Эм унтах ань в дидо вао. Дидо ванг синь. Да. Аня опять скоро вырастут. Ваа чунг лайк сэй сап мок хуй. Да. Вот, ты не сердится правда. Ань каузн� дыхи. Думай како? Я не могла по другому. Эм хух не узналам хах. У меня очень быстро растут волосы. Добро пожаловать в Казахстан! 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 это пакет, но я в первую минуту был шок. В первую минуту я был шок. В первую минуту я был шок. В первую минуту я был шок. Она открыла пакет, скрыла от восторга, потом очень сильно заплакала. Кои мời кой, киво и хрен хрен, и су-сю. Но потом, она шла, очень сложно. Пакет получала гриб, в первую минуту я был шум, и уехала гриб вверх. Тот самый набор гребней, который Дэла видела в одной витрине, и который всегда хотела купить, это очень лак и болт, чем когда у Макоида они не видели в одной витрине. Витрине на витрине. Макои лун лун бун мучун. Они стоили дорого. Дэла знала это. И вот теперь у нее есть эти гребни. Ну, не волос. Но это не волос. Немного волоса. Матые глаза не могли бы красив. Но вот и в минуту она нашлаб себе силы. Подноси голову и волосну. И волоса. Смотрим. Начинает жал excuse. А мать бун мучу. Я очень быстро растут волосы. Ага. Да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА чтобы купить тебе грибни, да? А теперь, пожалуй, нужно ужинать. Ну вот так, такой рассказ. А ты говоришь, не Рианны. Вернемся к тому, какое время это случилось. Какое время? Это столько лет назад. Ну, да? Это никакие не 80-е годы, да? Да. Это было очень давно. По-моему, это было где-то во время 19 века. Да, точно. Это было очень давно, когда люди еще носили карманные часы. Да. И когда часы передавали из поколения в поколение. Откуда у него часы были? Откуда? Это от отца. От отца. А у него от отца и чьи часы были от дедушки. От дедушки. И эти часы не простые, они золотые. Золотые, да. Они золотые. Вот. И поэтому часы составляют предмет их гордости. Так же, как ее волосы. Так вот. Хорошо. Хорошо. Теперь вернемся к осуждению. Почему тебе не нравится этот рассказ? Нет, мне не нравится. Просто я сказала, что это нереально. А, это нереально, да? Да. Это нереально. Это нереально. То есть, это значит то есть, да? То есть. Это не было. Не было. На самом деле. Нереально. Да. Нет, нет. Вроде бы то, что это как бы то, 100 лет, но не было так, как ты говорила. То есть, если в тот момент, если в тот момент, то конечно, ее нужно исчезать. И я бы так сказал. Вот такие, 100 лет назад, я не проверилась. Остан потом. Да. Потому что, что с темиым измNotфу, в составе работы, то есть вот, то есть вот видом их сейчас, то есть вот что, что у вас сейчас нет. Да, понятно, понятно, да, 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 подожди, подожди, мы учим русский язык или и вьетнамский язык? Да, по-моему мы и учим русский язык, так что все это надо говорить по-русски! По-русски да, хорошо, эм, ну как это? По-моему или эм, на мой взгляд, да? Да, на мой взгляд, на мой взгляд, да? Это значит, что ты бы не поступала, не поступала-то, поступала-то, но ты считаешь, что нереально. Вот ты говоришь, что если ты была на ее месте, ты не поступала, как она. Хорошо, ты бы не поступала, как она. Но представь себе, что ты вместо нее. Ты была домохозяйка, жена, которая дома сидит, готовит для мужа и каждый день ждет его с работы. А вот приближается Рождество или Новый год, тебе надо купить для него подарок. В то время для них, для каждого человека в европейской части считается, Рождество это самый большой праздник. И каждый как бы обязан был готовить подарок для кого-то. Даже сейчас. Сейчас то же самое в России или на территории бывшего союза. Когда Рождество или Новый год, люди готовят подарки друг к другу. Во Вьетнаме такого нет. Во Вьетнаме нет. В общем, мы сейчас во Вьетнаме, мы все как это. Вчера они там тоже. Конечно, где не очень большой праздник, но современные, можно так сказать, что современные люди тоже отмечают этот праздник. Отмечают, да, и тоже дарят подарки, да? Да. То есть современные люди сейчас во Вьетнаме тоже отмечают и тоже дарят друг другу подарки. Но из расчета того, что у каждого есть деньги. Ну так, скажем, у кого есть деньги, тот делает подарки. Да, да. Так вот, если у них нет денег, то они... Ну, да. И что? Они что? Они это дело пропускают, да? Это дело пропускают. То есть они это не делают, да? Согласен. Ну да. Я говорю, что они это дело пропускают. То есть они это не делают. Вот, но тут у Делы не было много денег, но она решила все-таки делать подарок, да? Да. Это значит, что, во-первых, мы знаем, что это традиция, да? Традиция Европы. Да. Может, это Европа, может, это Англия, может, это Америка. Я не знаю, где они жили. Вот эта пара. Вот. Ну, что такие? Вот представь себе, что ты вместо нее, что бы ты делала? Ну, первое, я не буду сидеть дома. Такое общество было, да? Такое общество было. Такое общество было. Ты так и сахар. Ты так и сахар. Ну да. Такое общество было. Такое общество было тогда в обществе, да? Тогда можно так. Тогда можно так. Вот, смотрите, она хотела подарок Диму, да? Какой-нибудь чудесный, прекрасный, что-то красивый, короче, подарок, да. Если бы я не знаю, то тогда я буду готовить что-нибудь, типа, как торт или какое-то блюдо, которые... Да, блюдо. Которое... Да, блюдо. Которое никогда не было... Ну, как это сказать? Никогда не было. Как там? Это очень редко, да? Которое очень редко. Как? Как? Я... Итхи мигнаулены. Итхи лам. Да? Различные блюда, да? Или какое-то. Или как? Типа так. Да. Или можно делать какой-нибудь... Хендмед? Хендмед? Ручная работа? Да, ручная работа. А, жизненная? Да. Да, да. Вот я так буду делать. Так, я хочу дать тебе такие словосочетания. В общем, было принято, что мужчины работали, а женщины занимались хозяйством. Да, да. Ты говоришь, что мужчины занимались хозяйством. Да? Ну, да. Я понимаю. Хорошо. Так получается, что если ты бы вместо нее, да, вместо нее, ты бы готовила особое какое-нибудь подарок, то есть блюдо, да? Да. Либо блюдо, либо... Как бы в подарок. Как бы в подарок. В общем, в любой вещи, да. 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 Так получается, что ты хочешь говорить, что Дэла непрактичная женщина, да? Да, 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 согласна. Да, 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 да. Хорошо. Да, да, да. Так, как ты думаешь, сколько ей лет? Так, если Диму 21, да? 22. 21 и 22. 22, да. То ей где-то 18, может быть, 20. Вот, хорошо. А вот так и считай. Сколько тебе лет? Ей 18, а сколько тебе лет? Вот, видите, как разные, как разные, разные... Да, да, хорошо, я... Разные русские, да? Правильно, да? Вот так вот. Да. А когда люди молодые, они живут в своем мире, да? Она... Смотрите. Нет. Когда мне было 18 лет, я тоже так думала, точно. Я тоже так думала. Да, да, да. Ну, конечно, не серьезно, как сейчас, да? Ну, или как, так сказать. Ну, короче, все равно я тоже не делаю, не буду делать, как она. Хорошо, хорошо. Когда было тебе 18 лет, ты не так думала? Да. Это сколько лет было назад? Ну, да. Сколько лет это было назад? И чтобы смотреть, какое общество было? Да, ну, да, 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 да. Ну, что да? Что да? Это когда ты закончила школу? 18 лет, правильно, да? Да, да. Что было тогда? Что тогда было? Ну, что тогда было? Это совсем другое общество. Сейчас другое общество. Да? Да, я поняла. Да? А сейчас что? Сейчас что? Сейчас, значит, если девушка, значит, что надо купить последний модель. Телефонный, да? Либо айфон, либо галакси какой-нибудь, да? Да, да. Правильно, да? Вот это выражение любви. Ты меня любишь, купи мне последний модель телефона, да? Да. Если ты не покупаешь, значит, ну, значит, меня не любишь, да? Это очень интересная мысль, да? Очень интересная. Вот хорошо. Представь себе, что если как женщина, вот у мужчины, да, у мужчины, женщина появилась, да? Женщина появилась, да? Это девушка, да? Вот. Откуда знаешь, что она его любит? Что делать, чтобы определить, что она его действительно любит или не любит? Ну, как ты думаешь? Ну, да, есть так, да, да. Так, как встали? Ну, как узнать, что женщина любит? Так, да, есть. Своего напарника, да? Напарника, да, но партнера, напарника, да? Партнера, партнера, партнера. Как можно узнать? Вот. А тут мы уже видим, что Дела очень любит своего мужа, правильно? Да. Она жертвовала, да? Она жертвовала, ну, жертвовала. Она, да, Дела, Дела, жертвовала свои волосы, да? Свою красоту. Видишь, да? Жертвовала. Она жертвовала, да, Хисинь, да? А, да. Свои волосы, свою красоту, да? А, да? Да. Для того, чтобы купить мужа, мужу, да? Мужу, да? Подарок. Мы еще не говорим, что за подарок, да? Видишь, она не жалела своей красоты, хотя слезинки у нее падали, да? Падали слезинки, трези. Когда она решила. Вот. Видишь, это Дела. Как она поступала? Она мужа очень любит. Ну, теперь в современной жизни, как узнать, что девушка тебя любит? Ну, своего мужчину. Как можно определить? Вот, например, есть очень богатый человек, да? Так. И у него появилась девушка. Так, девушки сейчас что? В основном, что смотрят на мужчину, как на тонстый кошелек, да? Угу. Нет? Не понимаешь, да? Нет, не поняла. Просто это слово вообще очень тяжелое. Тяжелое. Ну, а что? Это факт. Это факт, да? Ну, ладно. Хорошо, хорошо. Да? 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 Многие, многие девушки, да? Девушки. Многие девушки смотрят на своего мужчину, как на тонстый кошелек. Кошелек, да? Ага, да? Да, как бы грубо звучит. Грубо, но есть. Нет, смотрите, это несколько, а немного. Нет, да, да, да. Хорошо, пусть это будет. Пусть это будет, да? Но есть. Но есть. Ну, да, да. Но есть. А можно сказать, что надо, надо говорить, что это, это факт. Да? Это факт в жизни, да? В жизни. Мога. Хак. Хак. Этот факт. Имеет. Место быть. А, эм дым куэн ладейла, чунь та хоктинга, не? Да, да. Как ной зон, ки дэта дыжачи, ла кай ной зон, дэй. Да, да, да. Чунь та хоктинга, не? Да, 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 да. Так вот, да? Так что, как ты говори, да? Вот, например, этот факт имеет место быть в реанной жизни, да? В реанной жизни, да? Да. Жизни. Да, 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 да. Да, да, да. Ту, фактически ничего грубого, ничего маранного нет, да? Да, 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 да. Да, 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 да. Хорошо, да, хорошо. Ну, так вот, так договоримся, так, да? А, да. Ну, так выходит. Но я сейчас выдвигаю версию для того, чтобы задать тебе задание надо. Задание какое? Как узнать, что девушка любит мужчину по-настоящему? Вот так тебе радость. Ладно. Вот так. Хорошо, да? Хорошо, хорошо. Вот, вот этот. Ну, теперь я посылаю тебе вот все эти записи. Да? Да. Записаний много. Сегодня мы говорим больше. Надеюсь, что если ты хочешь еще раз слушать все эти полезные фразы, может посмотреть еще раз видео, тогда придется. А, так, есть некоторые вот тут один, но мы написали. Да, да. Вот, и ждем от тебя рассуждения. Да? Да, да. А, чек, чек, чек. Các bạn đang xem video trên kênh Vui học tiếng Nga, do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online 4 мôn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày, với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng, xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhân bài thường xuyên. Bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.